Пишется Вот я просто вам показываю некие значки, которые есть в всемирных профессиональных федерациях. Вот эта федерация оздоровления или целительства, что здесь всегда возникает сложность с переводом, и там, например, сейчас в России готовят они закон, я смотрю, что там происходит, из-за того, что они берут международные стандарты и неправильно переводят определенные слова, у них получается такая ерунда, например, ВИЧ-доктор, они перевели как доктор-ведьма. И теперь сидят и говорят, что это? То есть, и пока я им не прислал, что ребята, да не доктор-ведьма, это ведун, то есть, это ведающий человек. То есть, да, кто-то из Южной Америки, потому что, если вы приедете с дипломом, ну вот как у меня, так сказать, приезжали люди, закончив Кембридж, например, с дипломом там врача или с каким-то другим дипломом, вы приедете в ряд стран, они посмотрят, скажут, что у вас шится бумажка. Нас она не интересует. И у меня так была история, когда люди там связывались с нами и говорили, слушай, а вот какие-то вот у вас там дипломы выдают и прочее. И когда мы присылали им дипломы соответствующих организаций, там на столе лежали дипломы Кембриджа и каких-то других учебных заведений европейских аккредитованных, и наши, они говорили, вот эти бумажки выкиньте, а вот это серьезные документы. Почему? Потому что то, что называется у нас в Европе, вернее, называлось уже сейчас мыслимой, нетрадиционной медициной, там называется традиционной медициной. Потому что она изначально была. А вот эта вся медицина, которая сейчас у нас распространена, считается, что она отлоббирована лопатической мафией, и она является нетрадиционной, пришлой, новой. И для того, чтобы получить разрешение работать в ряде стран, эти дипломы, они лучше их вообще не показывать. Поэтому это вопрос региона, где человек работает. Но нам очень радостно, что мы, так сказать, работаем в паре, и мы как раз сейчас очень успешно, скажем так, сотрудничаем вместе с рядом организаций врачебных, потому что люди, поучившись у нас, понимают, что это серьезнейшая база, которая как раз-таки только расширяет возможности любого специалиста. К тому же, если поменять вот эту основу энергетическую, те знания, которые получены в области психологии, анатомии, физиологии, просто, скажем так, классификации заболеваний, они очень хорошо, что люди знают их. Хотя иногда бывает, что, как была у нас такая известная целительница Марта, она выгоняла камни из почек уникальным образом. Тогда еще не было метода ультразвуком, как дробить. И поехали тогда к Марте, и врачи такие скептически настроенные. И у всех троих проблемы были с камнями в почках. И она там сахар заговорила, воду дала. Говорит, попробуй выпей. Говорит, сейчас где-то все будет нормально будет. Ну и проходит там час. У одного случилось, там он в баночку побежал. Побежал, хоп, приходит камень. Вышел вообще. Я ничего не понимаю. Вторая женщина там удивленная. То у нее ничего не выходит. Говорит, да нет, все-таки ты, наверное, просто очень хорошо улучшаемый. То есть какое-то время у нее пошло. И вот они такие, увидев, что и вправду работает этот метод, к Марте, говорит, вы что? Это же такое гениальное вообще открытие. Оказывается, вот таким целительным методом можно выводить камни. И спрашивает, а где, говорит, в какой почке у меня песок был с камнями? Так, говорит, как в какой? Говорит, вот тут у тебя было. А он говорит, подождите, у меня в почках были камни. Он говорит, ну да, почка, почка вот тут. И они стоят, врачи, они понимают, что почки как бы находятся вот тут. Да, они знают, могут отсканировать, увидеть, но вывести не могли тогда. А она, уверенная, что почка находится одна у человека, находится вот тут, выводит, но не знает как. И она понятия не имеет, где почки. Поэтому возникает все время дилемма, на каком она уровне работает. И вот как раз-таки целитель, экстрасенс, он работает на уровне до материализации. То есть на энергетическом. А на энергетическом уровне тут нет конкретики, нет конкретных мест. Если зацепил этот энергетический уровень, то можно с ним работать, и результат получается даже более качественный. Но, если взять и анатомию выучить, то непонятно. И точно такой же это случай известный. Был патриарх Никон. Он узнал о том, что живут два целителя в Ламе на островах. И снарядил экспедицию поехать к ним, чтобы вообще разобраться, потому что куча христиан, так сказать, ездила к этим целителям. Они их там вылечивали, излечивали и целое паломничество. И вот он, будучи патриархом, приехал на большом корабле, близко подойти нельзя. Потом они на маленькую лодочку приплыли к этим двум целителям. И говорят, ну как вы тут цените, в христианских ли традициях? Он говорит, ой, извини, патриарх, мы типа неграмотные. Мы, говорит, читаем, ну такие слова говорим, типа, болезнь, болезнь, возьми иду, иди. Он говорит, да вы что, нужно же христианскими молитвами, нужно вот почитать там, отче наш, там вот это, это. Вот такой довольный, что теперь может их научить, учил их учил, три дня, все, они как бы вроде чего-то запомнили. И вот на корабль уже надо плыть, он садится в лодочку, уплывает, корабль начинает отплывать, и вдруг смотрят, от берега двое людей по воде бегут. И удивленный останавливает корабль, и смотрят, эти двое святых бегут, подбегают к кораблю, говорит, ой, батюшка, забыли мы, какие слова там в этом, отче ваш, говорить-то надо. Тот махнул рукой, сказал, да лечите, как лечите. Вот в этой, скажем, притче есть глубокий такой смысл, что иногда вот наша попытка умом разобраться во всех этих вещах, выучить вот классическую генатомию, где там это, это, это. С одной стороны, да, неплохо знать, но с другой стороны, если вы уходите на более серьезный энергетический уровень, потому что любой физик сегодня знает, что все есть некая концентрация, скажем так, волн, то есть свет, волна, там, материя, просто вопрос плотности. Поэтому, если можно работать вот на этом уровне, и у кого-то есть к этому предрасположенности возможности, то иногда, может быть, и не надо загружать человека вот этими всеми очень-очень умными вещами. И как раз-таки экстрасенс – это человек, обладающий сверхчувствительностью, экстрасенс, то есть который развил вот эту чувствительность, то, что мы делали в упражнении. И когда вы начинаете чувствовать энергию, это первый этап, второй этап – вы начинаете с ней работать, начинаете различать. Вот вы пришли сейчас, вот много людей, вы одного-двух, может быть, запомнили, других не запомнили. То есть если мы тут недельку все вместе поживем, через какое-то время вы начнете не просто узнавать всех по лицам, по именам, но и знать, что вот у этого такая специфика, у этого такой характер, у этого такая реакция. Вот так же и делятся меридианы. То есть сначала вы начинаете чувствовать энергии, потом вы начинаете их различать, потом понимаете, что это течет вот тут, что вот это связано с этими органами, это связано с такими состояниями психики. И когда вы начинаете это различать, у вас появились экстрасенсорные способности. И вот люди, которые ищут адрес, ну в общем, из земли выходят такие потоки энергетические. Вот считается, что на них обычному человеку не очень хорошо жить. Вот весь фэншуй там как бы строится на том, там, например, щучий хвост растения, оно делает обводку, уводит в сторону вот эти энергетические потоки. Вот это как раз-таки человек, который начинает не только различать, но и воздействовать. То есть может горшок щучьим хвостом передвинуть, и да, поток пойдет так. Поменять расположение. То есть у вас тушастра, там, фэншуй, там, организация жизненного пространства. Это все те области знаний, которые дают возможность работать с энергетическими потоками. А вот когда он научился горшки двигать, он уже научился различать. И дальше знает, что вот если человеку съесть вот эту травку, вот по этой схеме, и еще вот в эту точку ему там надавить, прижать или прижечь, и вот так ему позвонок поставить правильно на место, то у него пойдет другое движение энергетическое, и тогда у него начнет меняться общая энергетика. И вот это заболевание, которое порождается из-за нарушения энергетики, оно само уйдет, потому что нет причины, не будет и следствия. А современная медицина, она работает только со следствием, к сожалению. На причинном уровне это как бы большая тайна. И вот в этом есть как бы большой нюанс. И вот как раз таки биоэнергетик – это тот, кто способен уже ощущать энергию, например, Земли, потому что все биологические объекты, они имеют свое излучение. И как-то начинать ее трансформировать, двигать. А целитель – это тот, кто уже в шестой стадии. Но тот, кто комплексно может это приставить, это следующий уровень параллельный. Это уже начинается деление на йогу. То есть йога – это кто обладает силой, который уже не горшки двигает только, а который может менять уровень сознания. Потому что наш уровень сознания определяется. То есть вот это количество облаков, которые рассказывал, закрывающие солнце, он может его начинать разгонять, эти облака. И когда происходит вот это очищение, это следующие уровни. Йога-специалиста, йога-мастера, йога-терапевта. И, естественно, йога-терапевт – это как бы такой уровень человека, который уже в старые времена назывался даже где-то магией уже. Потому что он реально обладает очень серьезными допспособностями и осознанно. Потому что все экстрасенсы, они делятся на две группы. Те, кто получили эти допспособности, и у них это то включается, то выключается. Ну, это как, не знаю, телевизор, у которого там западает кнопка включения-выключения. Звук может перескакивать там. Они, как правило, больные и несчастные. И сколько я сижу в комиссиях, а я уже много лет занимаюсь сертификацией экстрасенсов и целителей в разных организациях, то есть практически всех наиболее серьезных экстрасенсов-целителей я повидал, по крайней мере, в данном регионе, то четко они делятся. Те, которые ничего не могут объяснить, как они работают, что они делают, у них дар какой-то включился-выключился, то есть они, как правило, больные, и никогда они сами не могут сказать, завтра у них будет это работать, или наоборот. И тут есть большая опасность, что сегодня он может давать только, а завтра ему самому не хватает. И второй уровень, это который управляемо это делает. Он получил эти способности, причем интересная вещь, если человек получил спонтанно способности, то для того, чтобы его подвести к осознанному управлению этими способностями, у него сначала эти способности исчезнут, когда его сгармонизируешь, но у него останется память, что такое возможно. А потом он себе их разовьет, но он разовьет уже с хорошим джойстиком, рычагом, чтобы управлять. Он может в любой момент включать, а в любой момент выключать. И он этим может делиться. То есть, когда вы идете к любому массажисту, косметологу, даже парикмахеру, вы, находясь с ним в контакте, вы все равно создаете с этим человеком общее энергетическое поле. И, соответственно, если вы сами гармоничны, то вы этой гармоничностью будете делиться. Если же вы дисгармоничны, то вы будете, соответственно, этим тоже делиться. И вот умение пропускать через себя все это и чистить, это и была способность йогов, которые, создавая общее энергетическое поле, могли работать. И чем с большим количеством людей он мог работать, тем более высокого уровня он был мастер. Вот Сергей Алексеевич Воронский. Немногие, наверное, знали, что у нас в Латвии был секретный институт, который занимался этими исследованиями. В Советском Союзе их было три. Ну, в Сибирской Академии Наук, в Жуковском, Подмосковье, и у нас в Латвии, в Юрмале. Вот Сергей Алексеевич, как раз вот книги его по биорадиологии. Он в концлагере занимался раково-больными, лечил. То есть удивительнейший человек. Мы в начале лета как раз его вдову здесь награждали за то, что она сохранила вот эти знания, архивы. Они были мне когда-то подарены, я занимался лечением ее от рака. Уже прошло лет 15, наверное. Вот. Она веселая и здоровая приезжала сюда. Это как бы хорошие показатели, потому что многие говорили, когда она уже была на последней стадии, у меня уже метастазы там везде шли. Ну, в общем, очень плохо она выглядела. Шансов никаких было. Там уже и химиотерапию сделали, и вырезали, и там, и там, и там. Я для чего это говорю? Для того, чтобы показать, что на любой, с любым заболеванием можно справляться, если идти на вот этот глубинный уровень. Но она была подготовлена, она была готова. Это очень здорово. И вот как раз ее награждали, когда в монастыре. Вот это Сергей Алексеевич, который всю жизнь посвятил себя. Он был личным астрологом и Гитлера, и Гесса, и потом Сталин его перекупил, и всех космонавтов, когда запускали, он рассчитывал. И здесь, в лаборатории, огромнейшие исследования он сделал. Потому что тогда на это огромные деньги были выделены, чтобы разобраться в этих вопросах. И это были серьезные ученые, которые работали такой большой командой. Поэтому очень здорово, что эти знания не потерялись наработанные. Потому что когда сменяются формации, когда приходила одна религия на смену другой, первое, что она старалась сделать, это уничтожить вот этих серьезных практиков. Потому что это было серьезной помехой для новой власти. Нам удалось сохранить эти, скажем, исследования и тех специалистов, которые этим занимались. и многие патенты, которые сделаны, и вещи, которые мы смогли сделать с научной точки зрения. Это как бы еще многому предстоит, что называется, появиться. Мы пока не торопимся, но это определенная тематика, кому интересны эти вещи. Можно поговорить, потому что Федерация Астрологов, как раз звезда магов, так называемая, в основу ордена. Вот эти знаки. Не просто так все эти знаки есть, потому что за каждым из этих символов стоит целая большая философия. Но они присутствуют в любой традиции, в любом народе на вот этом глубинном уровне, потому что это база. Точно так же, как вот все наши организации, которые возникли, Мирная Лига Целителей, Академия Тибетской Медицины и Йоги, видите, здесь такие принципы триединства. Или вот здесь вот не инь-янь, а это уже адвайтичное понимание. Это три цвета. Потому что здесь идут три цвета. То же самое, что в медицине было использовано. Это же очень просто. Это энергетическое поднятие энергии. Вот эти две змеи, это Ида и Пингала. Врачи просто забыли про это уже. Так же, как у них сейчас уже клятва Гиппократа отменена в институтах уже много лет. На многих новости я смотрю. Да? Потому что мы видим, что происходит сейчас. И вот эти как бы вещи, это журналы, которые мы издавали. Вот тут как раз лежат, кому интересно, потому что и Тантра-йога, и журнал Аура, и всякие вестники народной медицины, и Гармония Балтики. Это все как бы журнал. Вот это исследование, которое мы делали в свое время, то есть на конференциях больших, которые проводятся, потому что многие говорят, а что там у вас там по этому целительству? Да это огромнейшие труды. Вот сейчас из Лейпцига приезжал один профессор, он первый, кто в Европе, в Лейпцигском университете, это серьезнейший институт психологии, смог защитить докторскую и получить ученую степень по йоге. Именно исследование воздействия йоги на детей там, во школьном возрасте, школьном и так далее. То есть со всеми серьезными клиническими исследованиями. Вот экстрасенсы. И вот рассказ о всяких слоях, которые есть вокруг каждого человека. Поэтому тот, кто развил себя способность видеть эти вещи по чакрам, опять же, это все вещи очень условные, потому что чакр вот здесь, есть там энное количество нарисовано. Есть еще ручные, ножные чакры, есть огромное количество. Их нельзя всех выучить, их можно только начать чувствовать. Вы или их ощущаете и видите, или это все болтовня. Так же, как с иглотерапией. Нельзя выучить все эти точки. Это полный бесполезняк. Они все время плавают и двигаются. Поэтому те, кто тупо выучили точки и пытаются там иголкой тыркать, главное при тыркании иголки, это что-то туда пускаешь. Какой энергетический импульс. Вот как раз связь всяких тут, словно говоря, чакр. И у нас есть глубокий курс, где объясняют, почему здесь два лепесточка, потом четыре, потом столько, столько, потом там столько лепесточков. Какая связь, как энергия поднимается, она опускается. Потому что если вы будете изучать, то по одной теории она будет подниматься. Возьмете Шреварабинда, методику интегральной, она будет спускаться. А как она на самом деле делается? Вот это курс. Вот достаточно полная система, объясняющая работу с энергиями. Опять же здесь идет вот этот трехугольник. И меня вчера как бы посмотрело. Когда я готовил презентацию, опять те же картинки, я уже их типа 10 раз видела. А что-нибудь новенькое будет? И хоть бы картинки. Я вот про эту картинку могу рассказывать, не останавливаясь. Я думаю, месяцев 5-6. Чтобы дать некое представление. Потому что вся цветотерапия лежит вот в этой вещи. Кто этого не понимает, все, что сейчас пытаются по цветотерапии, в приборах, вставлять и прочее, оно вот тут расписано. Так же, как по астрологическим циклам. Так же, как по меридианам. Каждый меридиан связан с определенной длиной волны, с чистотой. Поэтому эти вещи невозможно выучить. Это можно только чувствовать, научиться. И через чувствование это один путь. Поэтому если бы кто-нибудь еще гонял шарик, то у него были бы перспективы. Открыть у себя доп. способности. Ой. Я верю в тебя. У вас, кстати, славянские варианты, все то же самое. И тот же китайский вариант сразу же. Ирунический. Весь принцип рун. Потому что выучить руны, если вы начнете сопоставлять китайский вариант, название точек, потом индийский, потом арийский, вот на это вы уже можете жизнь положить. Нельзя их выучить. Можно только начать чувствовать. То есть даже с пентаграммами. Вот можно, конечно, все это изучать. Я знаю одного приятеля, он у меня все закорючки почти уже изучил в одной традиции, пока я ему не подсунул новую книжку. И тут у него матрица осыпалась. Почему? Потому что он был уверен, что это умом можно понять. Все эти закорючки. Нельзя. Вот как раз в пещере Далай-Ламы вот эта вся практика, которая передается у нас здесь. Что Лама Кун Санг передает, Лонг и открытие канала. Кстати, можем попробовать, пока вы сидите, чтобы как-то все-таки я пытаюсь. Шарики. Одна Оля гоняет, она и дома, значит, будет гонять. Дальше есть перспективы. Попробуйте давайте другую штуку. Хочу вам немножко стимуляции дыхания. А вдруг у вас получится? Это вот эта практика, она начинается с этого. Вот смотрите, если кто когда-нибудь видел людей, получивших инфаркты, инсульты, знает, что парализовывается одна сторона, как правило, и рука виснет. Мимика на одной стороне перестает работать. То есть мы разделены пополам. И у нас все органы продублированы. Два глаза, два уха, базовые, две почки, руки, ноги. Так вот, экстрасенс, у которого открылись спонтанные доп. возможности, это прежде всего тот, кого перекосило. У него правая сторона энергетически сместилась на стихи на левый. Когда-то лет, наверное, 15 назад мы проводили в Таллине, это Василий Васильевич Ленский проводил конференцию, тогда это вообще новинка была. Вот тогда на такую тему, как сегодня, сбежалось, сначала продавали в один зал билеты, потом в другой, и кончилось все стадионом. Когда его уже поставили перед фактом, он сказал, слышь, надо вот, вот надо иметь маленькую группу и заниматься, потому что на стадионе можно, конечно, сделать такой эксперимент. И вот тогда собрали мы всяких разных магов и волшебников, только закончилось ограничение по советской власти, приехали все, кто у нас только не приехал. Тетки, у которых тут утюги на лбу висели, женщина одна у нее, вот тут такая связка ключей, вот как, вот так, назад, и подвешивалась. Отрываешь назад, в общем, кто во что гораст был. Причем, многих на конференцию отпустили из психиатрических больниц, и это как бы, поэтому такое отношение у серьезных врачей к многим экстрасенсам, потому что, естественно, вот тут приезжает один мастер, он все время цигун из Лепы приезжает, преподает, и багу о круге он крутит. Он приезжает, здесь месяц-два семинара проведет, потом опять назад в психиатрическую больницу Лепы. Он там живет уже лет, наверное, 15. И таких же очень много. И пойди, разберись, кому ты попал. Потому что я поначалу, ну, кому только не попадал. И кого только не повидал, прежде чем я научился отличать вообще сразу по начальным определенным вещам, что бежать нужно быстрее, или же, потому что общаясь с такими людьми, ты реально заражаешься. Я, когда люди ходят на семинары, я многим советую завязывать на пальчики ниточки. Лида знает, она объяснит. Почему? Потому что реально вот на этот канал мы не просто так одеваем кольцо на жене, чтобы ограничить получение информации извне. И что, что у нас загрублено уже настолько все, что никто не чувствует, но по большому счету, когда люди ходят на все эти здоровительные семинары, то нужно понять, что они попадают в коллективное поле. И после этого коллективного поля нужно чиститься, потому что всего этого наматываешь на себя, точно так же, как любые целители. Очень многие из которых у них появляется дар, смотришь 3-4 года и пошла болеть, пошла болеть. Не хочу говорить, у нас сюда тоже много приезжало из Эстонии целителей и прочих, они все время чем-то болели. Их то клещи кусали, то комбило, то еще чего-то, они были просто неким символом, притягивающим к себе проблемы. И есть люди, вы обратите внимание, которые к себе постоянно с ними что-то случается. У меня есть приятель, который как не пойдет куда-нибудь в ночной клуб, он обязательно или в массовые драки поучаствует, или по голове его чем-нибудь огревит. Почему? Потому что он энергетически создал условия, а у нас не бывает вакуума. Если созданы условия, тогда обязательно попадет соответствующее. С кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому вот эта схема работает. И нужно понимать, что когда собираются некий шабаш, где проводится, почему я никогда раньше как бы не проводил каких-то обучений таких массово. И не буду проводить. Потому что надо понимать, что каждый приходит на своем уровне подготовки. Ну вот нужно записать эту программу, мы ее запишем, ну и как бы кто хочет, смотрите в интернете. Потому что когда собираются вот эти все маги, волшебники и прочие, нужно понимать, что ты должен к этому быть готов. Потому что неизвестно чего, там еще какой перекос получишь. я сидя в комиссиях четко вижу, иногда приходит кто-нибудь, мы их отказываемся например сертифицировать, и там в наши адресы будут такие проклятия. И это реально есть люди, с которыми серьезным перекосом. У нас многие из комиссии отказались. Вот такая женщина, она очень серьезно как бы пострадала. И сказал, нет, я и психотерапевт, который у нас сидел, она психотерапевт у нас и в госполиции, и в обоих сациях по психотерапии состоит, она сказала, нет, я больше ходить не могу, у меня сил нет, у меня здоровья нет, потому что надо уметь пропускать через себя эти вещи, уметь чиститься, иначе происходит выгорание. Поэтому это небезопасные вещи, и то, что в России сейчас это пытаются отпустить вот так на самотек, я посмотрю, чем это все закончится через пару лет, почти уверен, запретят, потому что когда Сталин пришел к власти, первым делом, что он сделал, всех астрологов, целителей, экстрасенсов собрали в Иринжике на конференцию, дальше закрыли все двери, вышел представитель власти и сказал, если бы были настоящими предсказателями, экстрасенсами, вы бы сюда не приехали. Поэтому никакие вы не астрологи, а жарлатаны. на этом вся практически русская школа целительств астрологии базовой была очень серьезно, что называется, подрезана. И очень мало осталось мастеров, которые реально туда не поехали. Но они все равно остались. И вот эта традиция, она существовала, но она существовала так очень незаметно, потому что афишировать эти вещи, ну, по крайней мере, глупо. А отпустить это на самотек, когда любую газету открываешь, и любой маг с пентаклями чего-то там предсказывает и делает наговоры и прочее, это приворожу, склажу, за 10 лат верну мужа и изгоню тараканов. Поэтому это серьезные вещи, к ним нужно относиться серьезно, и есть методы защиты. Первое, все знают, если кто-то посмотрел на улице плохо, на вас, и прочее, что делают? Приходите домой, берете подол юбки или рубахи, водой проточной, и вытереть лицо сбросить. Точно так же, тот, кто работает, обязательно, чтобы ставили свечечку, ставили бы воду проточную, после пациента помылись, потому что любой массажист, любой косметолог, он себя наматывает, поэтому и растут определенные патологии. Особенно у тех, у кого вот тут шишка, на занятиях все в прошлом, кто у меня был, видели, как раз мы работаем с тем, чтобы эту шишку убрать и позвоночник прийти в порядок. Если у человека вот такой кривой позвоночник, то это четко понятно, он будет на себя наматывать, потому что у него нет стопроцентного прохождения, поэтому для серьезных целителей мы обязательно включили йогу, именно хатха-йогу, не может быть иначе, иначе человек начнет болеть, поэтому пока вы сидите, попробуйте дышать, берите одной рукой, вот этим пальчиком, сейчас ниточки завязали, можно просто брать и зажимать вот это место, и перекрываете этот канал, кстати, все практики, целомка у нас, то, что мы делаем, мы делаем вот в этом позиции, почему? Это очень просто, потому что серьезные йоги, но сразу сообразили, нельзя в Европе без вот этого преподавать, тут начнут наматывать, каналы начнут открываться, включаться веополе и начнут болеть все общими болезнями, поэтому эти каналы блокируют, хотя, когда на природе практикуешь один, эти все каналы остаются открытыми, закрыли, дальше, вот здесь есть ямочка, она такая больная, вот сюда поставьте, перекройте второе, блокировка вот этого канала, вы его второй раз продублировали, заткнули, этот канал заткнули, этот канал заткнули, дальше берете и вот вдыхаете и держите с удовольствием, через эту ноздрю выдыхаете опять выдыхаете выдыхаете третий раз точно тоже дыхаете пока просто, потому что там есть длинный, короткий вдох, я не буду усложнять, кто ходит на тибетскую йогу, они все это знают, потом меняете руки и уже делаете этим, вот в этом самом начинайте выравнивать правую сторону и левую, сделали одной рукой три вдоха, сделали второй рукой, потом руки опустили и двумя ноздрями, можете играть и сидите, так подышали, так подышали, так подышали, потом животом взяли вот так и покрутили, чтобы живот походил, подвигали и опять дышите, вот, кому скучно, сидите играйте, кто ходит на тибетскую йогу, соответственно, делаете, сначала идет первый вдох идет, второй идет более сильный, более резкий, а третий идет плавный. Вот, для целителей это обязательная вещь, после пациентов взяли себя, продышали, выровняли, омыли лицо, вот я в прошлый раз, когда мы писали ауру, в зале было два человека, достаточно серьезно больных, они пришли первый раз, я их не видел, и один ко мне сразу, хоп, типа, а вот, работайте со мной, и я его просто, вот как только я с ним объединился, я чувствую, меня сразу чух-чух-чух-чух-чух, и всего перекосило, я тут даже остановился, пошел, сполоснулся под проточную воду, чтобы заземлиться, и сбросил, все, дальше опять смог работать, но, это нужно чувствовать, словно говоря, а так, это получаешь, и, 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 так что, кому интересно, сидите, играйте, вот как раз охорим, все слышали про воду, страшилки, у-у-у-у, у-у-у, у нас, откроешься, вот журнал, газету, всюду воду, существует ли она реально, вот один из практиков воду, вот его отец, это, мы когда, доминиканская республика, и когда изучали бермудский трехугольник, вот, у них очень серьезно развито, они во время практики напиваются рома, обкуриваются, входят в измененное состояние сознания, и там такое потом начинается занятное у них, все это делается с христианским, католический крест, папа римский признал это, как разновидность католической церкви, когда я первый раз попал на службу и в храм у них, и увидел, как это происходит, я был в шоке, я это дело умудрился заснять на камеру, и когда я привез своей приятельнице, и по глупости, по наивности, которая была такая, очень серьезная христианка, настоятельница здесь, в монастыре, и показал ей, для нее это было вообще шок нереальный, она не могла никак это себе переварить, потому что то, что она там увидела эту оргию, это, конечно, сильно повлияло, я думаю, что все с крестами христианскими, ну, вот, как бы, такое тоже есть. Что вот это за штучка? Давно зашел к нашему тибетскому доктору, у нее оно висит, я говорю, а знаешь ли ты, что это такое? Он говорит, это мне подарили, я говорю, а что тебе подарили? Кто знает, что это? Чей это символ? Молодцы, чувствуется, в Турции были. Что ж ты все линии-то по голове? Так же их посветлеть можно. Называется «Глаз Мухаммеда» он. Вот, у меня есть из места, где считается Иисус Христос, после того, как он, назовем так, не умер, его в том месте ждала Мария, и он приехал, это в Турции находится, там очень интересно, там христианский, Дева Мария, обвешенная вот этими знаками, то есть, такой очень интересный коммерческий ход, молодцы совместили ислам и христианство вместе, и вот они потом считают свою Холивендию. Но там целые монастыри, место, где они, как бы, где она его ждала, после воскресения. Почему глаз? Вот, Федерация экстрасенсов всемирная, диверсия. Почему египтян на ладошке глаз? Я, кстати, в Париже купил куколку такую, вот для Вуду, уже с набором иголочек, в обычном, ну, типа нашего Нарваса она продается, и там, типа, мучайся, что меня рядом с тобой нету, ну, такие, ну, и всякие, уже полностью, обычно в ларьке продаются куколки. То есть, это пошло в наш обиход в жизнь. Поэтому, каким образом это связано с глазом? Дело в том, что, то есть, у нас есть такая организация, аят. Там такой мастер был, Фархад Ата, он первый, на ком было доказано научно в России воздействие им на коллективное поле. То есть, словно говоря, когда он сидел и работал с людьми, все, кто находились в его поле, у него делали энцефалограммы мозга, когда у него возникали определенные ритмы в коре головного мозга, постепенно, постепенно у всех в зале начинало возникать те же самые ритмы. И там очень интересно, затухание идет по всей площади, и только в районе третьего глаза идет активность. И потом еще добавляется на родничке. И вот они интересно очень смотрят, как бы на солнце, смотрят друг в другу в глаз. Это определенная практика. Я знаю много людей, которые по миру на сегодняшний день ездят и практикуют эту вещь. Почему? Потому что все знают, через гипноз многие говорят, цыганям нельзя смотреть в глаза, ни в коем случае не смотри. Почему? У нас очень близкий канал. У нас через вот этот, через глаз мы очень легко можем создать общее энергетическое поле. Очень быстро. То есть вот это воздействие через глаз, оно очень легко идет у нас. Поэтому, когда идет прямая передача, точно так же мы визуализируем вот эту зону. Одна точка, вторая, третья. Если эту зону взять, то кто занимался гипнозом или сугестией знает, что сразу же очень легко осуществить присоединение, так называемое. Ну или рапорт создать, знаете, из НЛП, что это за технологии. Вот НЛП, все НЛП полностью взято из этого блока. И все воздействия при бизнес, семинарах и рассказке, это как раз-таки методы создания так называемого аэропорта. И дальше умение воздействовать на своего собеседника или того, от кого нужно получить соответствующее, ну, еще не важно. Но это воздействие. Но можно его сделать гармонично, а можно сделать дезгармонично. И вот то, что есть целая куча сейчас литературы про всякие лервы там, энергетические сущности, шапочки и прочее, это не сказки, это реально технологии по воздействию, которые существовали во все века, во всех народах. Просто одни про это знают, другие не знают. Чтобы вам не было так страшно, меня однажды была большая конференция целителей здесь в Риге, и я как раз приехал, и мы изучали шаманов, и мне говорят, ой, слушай, ты можешь вообще выступить на конференции, потому что мы все время тут про сглазы, про порчи, про эти все вещи. И вот я туда пришел на конференцию, и понимаю, что никто не говорит ни о каких других уже технологиях, темах, все только зациклено вот на этом, на зомбировании, на сглазах. И я говорю, ребята, ну вот, если вы занимаетесь йогой, вас это все не касается. Вы получаете простейшие методы защиты, и никто с вами ничего сделать не может. И говорю, что вот вы здесь собраны в зале с кучей стран, лучшие целители, экстрасенсы, маги, волшебники. Вы сейчас берете все, вот, кто, у нас кто гораст, и меня сглаживаете. Вот, сидите, пока я выступаю, вы меня глазите и глазите. Вот. И завтра, если я утром на конференцию прихожу, дальше мы слушаем все другие темы, но вот эту всю болтологию про сглаз и порчу, мы заканчиваем. вот, и утром мне как назло позвонил один мой очень хороший знакомый, у них там суицидный случай был, он говорит, уже приезжай, типа, надо что-то делать, вот, у меня конференция, он говорит, слышь, тут человека не будет, у тебя конференция. И я перед таким выбором вынужден был поехать туда, ну, а там, в общем, уже в Вену все спороты, там, в общем, человек жить не хочет, и пока я с ним нянчился и переубеждал его о пользе жизни, вот, конференция уже началась и пошла. Я появился, по-моему, только к часам двенадцати. Вот. Ну, естественно, все мне звонят, я на телефон не отвечаю, мне не до этого, но меня уже похоронили. Вот. И когда я пришел как раз, вот Оскар Пепель сделал конференцию, зал просто встал, вот, потому что для них такое счастье, я просто какую-то надежду им принес, что оказывается от этого можно спастись. Вот. И я для чего это опять же говорю? Для того, чтобы сказать, что если вы знаете элементарные правила, элементарные технологии, вот это все, с чем вы легко справляетесь. Но для этого есть некоторые условия, которые нужно выполнить. И тогда никакие сглазы, порчи, я не говорю о спецслужбах. Это да, это рабочая вещь, и это отдельная тема. Но вот 33 волшебника, разгоняющие облака, все не работает. Поэтому кому интересно, и кто хочет вот понять, как работают деревья, и научиться эти места находить, чувствовать, вся в доме, у каждого практически есть угол, где более гармоничный, где менее гармоничный. Точно так же вы идете по улице, вы сразу можете сканировать. У меня когда-то я составлял карту города Риги как раз по зонам, где чего, какие потоки идут, потому что, например, у нас была Ридзина, речка, ее закопали под землю, пустили в трубы, и уже все забыли про эту речку, но этот поток, он как работал, так и работает, очень серьезно влияет. И есть такое понятие, как раковые дома, например, да, это все знают, что в этом доме кто бы не селился, они то ли пить начинают, то ли что-то, что-то, и потом те, кто все-таки пить не начинают и наркоманить, то они заболевают раком. Почему? Это чисто энергетическая проблема, и если грамотно к этому подходить, то этот вопрос весь решается. Вопрос, где у нас готовят таких специалистов? Обзвонили все мединституты на эту, не считая. вот эти спина. Вот смотрите, яркий пример. Видите? Искривление. Видите? Провал внутрь. Искривление. Это я, кстати, на Гаравасаре фотографию сделал. Людей, которые приезжают туда и думают, что они целители. Я им сказал, ребята, вы не целители, вы неуправляемые экстрасенсы. И чем закончится ваша деятельность, мне абсолютно понятно. Мне вас очень жалко. Хотите с этим что-то делать, приходите, будем ремонтировать. Потому что с такими позвоночниками заниматься целительной деятельностью нельзя ни в коем случае, если не хотите, условно говоря, наработать себе приключений. Лично так же очень большое значение имеет, как работает у вас ум. То есть, насколько у вас очищено сознание от этих облаков. Потому что меня иногда спрашивают, а вот как ты так можешь взять 10 дней вести семинар с утра до вечера без всяких бумажек. Я сейчас в презентации как-то подстраиваюсь. Почему? И о чем ты будешь говорить? Я практически никогда не знаю на лекции на следующий день, о чем я буду говорить. Я очень делаю просто. Я открываю вот этот канал, и у меня идет поток. Откуда эта информация берется? Откуда? Я посидеть не понимаю. Потому что многие вещи, я потом даже смотрю фильм, что я наговорил вам на лекции, думаю, как много стоково интересного. Реально, и я сколько не разговаривал с людьми, кто читает, ну, ответу занимается Игорь Ветров приезжает. Он же просто с утра до позднего вечера, вот, причем, как бы, я еще вас не гружу терминами, и какими-то медицинскими понятиями, а он же когда для врачей читает что-нибудь какие-нибудь лекции, там же вообще это выучить нереально. Точно так же, он говорит, у него поток открывается и пошло. И так работают очень многие и достигается за счет вот этого очищения убирания облаков. Ну, вот это, кто был на семинарах АО, О, М, знает, то есть все мантры, все скажем так, молитвы построены по этому принципу. Если вы двигаетесь по вот этому кругу, вот так по кругу, у вас идет все гармоничное. То есть АУ, УМ, АОМ, 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 сокращенно ОМ. Если же в другую сторону начать делать, будет совсем другой эффект. Не каждый к нему готов. Наверное, надо открыть окошечко Игорь, может быть, ты, магия, Лидия, потому что как-то все засыпают очень душно. Опять же говорю, вот это целый курс по цветотерапии. Почему никакими приборами биоэнергетическими на 100% ничего нельзя померить? У меня вот есть куча всяких приборов, целый кабинет аппаратуры. Почему все эти методы фоли и прочее, это электропроводность кожи, не более. Все остальное это не может взять. Почему? Потому что мы биологические объекты и все у нас работает на принципе троек. А вся современная электротехника построена на принципе ноль-единица. То есть двоичная, а должна быть не двоичная техника. И самым лучшим таким аппаратом для диагностины является тренированный человек. И вот тибетские как раз трактаты это то, что сохранилось, что не смогли уничтожить. Там не была смена вот такой формации. Там даже религия Бонн она плавно перешла в буддизм и по сей день вместе живет прекрасно. И вот Антул Римпоче у нас приезжает, он как бы практикует традиции боннских и буддийских. То есть это он живет как раз где место подмасамхава гуру Римпоче так называемый практиковал. И там сохранились эти знания. Потому что йогины могли уйти и спрятаться в горы. А у нас здесь где тут спрячешься? Поэтому у нас здесь эти знания и уничтожались при смене формации. Как двигается энергия, почему санскрит. это я рассказывал на прошлых лекциях не буду повторяться потому что хочется дать что-то новое. Кому интересно зайдете к нам на сайт и посмотрите учебные программы и кто зарегистрирован получает доступ и соответственно может просматривать все эти курсы и получать информацию про движение жизненной силы в какое время в какой орган она входит каким меридианом двигается потому что любой звук это длина волны так же и частота и если частоты эти сменяются у вас гармонично все у вас гармонично вы здоровый человек дисгармонично начинаются заболевания точно так же как любые асаны или формы в йоге или в тайцзицуань они построены на базе энергии переход инь-янь 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 и идет по системе вот этой концепции усин то есть так же как чакры они имеют в любой традиции описание поэтому про кому интересно двойственность адвайду и так далее посмотрите вот смотрите как эти штучки крутятся они статично стоят почему кто знает почему крутятся почему почему врач-физиотерапевт знакомьтесь ну у кого не крутится мы специально разрабатывали тесты для экстрасенсов для целителей и когда они на них отвечают нам сразу видно у кого уже на какой стадии чего интересные исследования кстати получены получены за эти годы всем кто приходит сдавать экзамены по целительству экстрасенсорике много нужно смелости чтобы жить в многих городах вот более сложная схема все то же самое это связь то есть вот сефир и цири описаны эти вещи то есть это база иудейской традиции тут же она совмещена с индийской и тут же по элементам расписана то есть это все нужно садиться изучать вот об этой таблице я могу год рассказывать все то же самое можно еще вот это древнеславянский вот все ну вот что осталось значит червь осталась буква хэ послать нахер знаете откуда это вот откуда хер буква называется поставить крест на чем то есть когда раньше царь ставил крест говорили послал вот это вот отсюда из древнерусского потому что это имело определенный опять же энергетический смысл вот и это точно так же расклад по чакрам и вот это сопоставление арийской ведической энергетической системы и древнееврейской в чем как бы здесь можно долго-долго тоже рассказывать что и чего но обратите внимание вот дальше идет все равно выход на картах осталось слово червь это вот такие отголоски червь черви вот про технику вам безопасности первое можно сглазить только того кому страшно и кто этого боится если вы этого не боитесь и находитесь в состоянии янском раскрытии или в состоянии тао это а о звуки вот это а о ум верхняя часть солнечная радостная вот в состоянии тао никакая магия ничего не может с вами сделать если вы еще представляете вокруг себя кокон энергетический помните фильм вий когда-то был такой вот или цилиндр переводите в состояние раскрытия ни один супермаг ничего с вами сделать не может вы защищены и все кто вот у меня сейчас из Казахстана женщина звонила тут рыдала меня сглазили я пришла на вечер все такие тетки старые страшные я такая молодая красивая две недели лежу встать не могу диагноза никакого вот простейшую технологию я ей рассказал что сделать все отскочил и говорит все так оказывается просто да то есть есть как бы методы защиты и первое правило не пугаться этих вещей потому что как вы испугались как вам стало страшно вы перешли в состояние закрытия в состояние закрытия с вами можно делать много чего и вот уровень раджа йоги вот каждому этому выражению лица соответствует некое психоэмоциональное состояние точно так же как каждому меридиану соответствует каждый комплекс психологический и раджа йога она из высших ступеней в йоге это методология управления психологией психикой на уровне изменения биохимии и человек который умеет управлять собственными процессами в организме вот он уже приближается к уровню йога мастера только йога мастер способен это делать или же какие-то другие аналоги но смысл в том что он эту функцию для себя реализовал в самом себе и поэтому если вы можете взять и представить какие эмоции у вас возникают полно говоря вы можете себя уже дифференцировать по состояниям сейчас я подумаю где ладно не будем вот хатха йога славецкий вариант это еще одно из доказательств что йога как бы это местное европейское название потому что энергия ха и тха она лежала в основе всех славянских практик точно так же как и на территории знаки более знакомые в той же прибалтике означающие энергии вот три уровня нафь яф славь на этом базируется вся славянская философия переход с одного уровня на другой точно так же они связаны с определенными открытиями центров энергетических поэтому в зависимости от того какой уровень у вас развит и открыт такая у вас картинка мира вот точно так же как идут названия славянский сток зарод живот ярло горло чело и родник по чакрам откуда ладно слово лад ладно это вот чакры которые идут лель и лада славянского варианта и вот опять же пузырь который если мы создаем качественно энергетически ставим защиту то человек определенным образом защищен критик расспрашивал про славянский да опа головой включаем от приключателя отодвигаемся потому что все время будешь включаться вот тибетский вариант все то же самое только по цветам разбивка на этом принципе строится ступа и то что когда говорят про какие-то божества тут типа и прочее да это про психоэмоциональные комплексы говорят когда говорят там буддамитабха для нас это мало что понятно а это как раз таки вот этот комплекс на вот этом уровне и соответственно такой цвет будет преобладать при визуализации вот и кто разобрался в этих вещах совместил энергетически дальше без разницы какая традиция в любой традиции вы опускаетесь на энергетический уровень и вам сразу все понятно что делают человечки кто знает как называется что такое сурья вот посмотрите опять же путаницы из-за неправильного перевода а че ему поклоняться солнце вот смотрите какая реально приветствие а приветствуете солнце где вовне а заодно и в себе это как раз таки комплекс по утренней гармонизации который делается в определенной последовательности я могу то же самое показать в концепции усин или в славянском варианте тогда становится понятно что это а о у м вот понятие тао вот понятие хум вот в этом состоянии сглазить никого нельзя и порчу наслать на этого человека нельзя вот в этом делай с ним все что хочешь только его туда загнать надо и этим как раз пользуются многие кто эту технологию знают потому что есть племенные и тогда можно если же вы этой технологией владеете ничего с вами сделать нельзя потому что вот эти переходы а у м вы берете себя калибруете несколько раз и опять переводите в состояние тау вот оно а о у м вот сразу все меридианы вот вам по цветам визуализируете вот эти цвета находитесь в состоянии раскрытия уходите в эти цвета и меняете положение на закрытие все вы подвластны поэтому помните сказки когда вы бегали на свет из темного леса дальше ни кикиморы ни они уже ничего не могли сделать и в этом как раз таки весь этот бой черных сил так называемые со светлыми поэтому вся эта магия все сглазы привороты порчи работают только для тех кто сидит с кривой спиной с зажатым поясничным отделом с проблемами в шейном отделе в депрессии и очень ждет когда же оно начнется ну это я маленькую затравку сделаю это отдельный курс улучшение хорошего здоровья это хорошо заболевание болезни это нет уничтожение врагов вот так уничтожение врагов это хорошо да а если врагов больше становится то есть увеличение врагов это плохо ну и наоборот уменьшение уменьшение друзей это плохо вот логика на которой построена вся европейская философия вот логика вот логика на которой написаны все трактаты библия панишады веды пхавадгиты и так далее они диаметрально противоположны поэтому кажутся нам нелогичными сначала потом правда и следующий уровень уровень пхавадгиты почему там говорится когда ты приходишь практиковать если тебе словно говоря что-то не нравится тебе как раз будут это и давать почему потому что ты должен научиться относиться к этому нейтрально у тебя не должно быть подход односторонний к этому вопросу он должен быть разносторонний поэтому когда трудности возникают у кого-то настоящий един радуется я помню когда у меня там в жизни были интересные события меня встретила одна опытная такая единая говорит как тебя любят какая у тебя замечательная карма почему меня тут колбасит нереально потому что тебе посылают испытания которые ты если сможешь решить и самое то ты только вырастешь ты постоянно имеешь шанс к росту поэтому увеличение скажем сложности в жизни это для обычного человека плохо да а должно быть хорошо потому что чем хуже у человека в жизни что-то происходит тем больше у него есть шанс тренироваться ну в общем такая затравка это нужно долго объяснять но смысл в чем что трудности которые нас не убивают развивают поэтому когда идет очистка кармы то в какой-то момент возникает много сложностей и задача меня спрашивают зачем нужен гуру учитель да очень просто это все может свалиться в одночасье в очень большом объеме нужно чтобы гуру помог поставить определенные защиты чтобы это сваливалось постепенно и в том объеме в котором вы можете гармонично это трансформировать и перелопачивать они ежечасно и все кого вы не возьмете из серьезных практиков святых они сначала настрадались намучились затем решили эти проблемы чуть ли не померли сделали из этого вывод и вот тогда они только реализовались и когда мне один знаком сказал я так хочу стать шаманом а я как раз приехал из экспедиции мы изучали мурястских шаманов я говорю ты вообще знаешь как шаманов готовят что делают с маленьким мальчиком которого определили что он будет шаманом и вот до первого посвящения мучают все время всеми возможными способами чтобы он находился в страшнейшем депрессии его мучают 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 когда он уже находится на грани срыва его берут и дают ему раскрытие сдают весну и вот тогда у него происходит резкая переключка из иня в янь и тогда может включиться доп способности но это участь вообще жучайшая и так готовят во всех традициях поэтому чем хуже человеку на определенном этапе тем больше мудрости и шансов у него появятся поэтому такая поговорка кто не сидеет тот не мудреет поэтому это что возьмете старые какие-то трактаты увидите всегда мудрецы там волхвы они такие все седые рисовались я неправильно помню в один монастырь пришел и смотрю там все как бы егино такие лысые и вдруг такие на самой верхушке они все такие со светлыми волосами прямо белой краской я говорю почему потому что это вот люди которые смогли получить страдания их трансформировать и получить результат вот учитывая что нам нужно в общем-то уже заканчивать это я вчера нашел мне очень понравилось давайте немножечко встанем на ножки и еще раз поболтаемся эрик первое становитесь на ноги полусогнутые называется это положение горшок то есть вы проваливаете отпускаете спину поясничный отдел отпустить второе натягиваете шею так чтобы она здесь натянулась и в поясницу чтобы почувствовали что у вас позвоночник натянулся и сюда в еремную ямку опускаете подбородочек вдыхаете так чтобы натянулся позвоночник и пытаетесь вытянуться шеей наверх а копчиком как бы к земле чтобы у вас пошло растяжение позвоночника теперь берете разводите руки и глубоко вдыхаете и вот в этот момент когда вы делаете вдох когда шива учил парвати должны вспыхнуть глаза и раскрыться все существо то есть вот вот такое и попробуйте за счет вот этого вдоха найти такую вот радость и теперь вот кто болтал все-таки пробовал попробуйте еще подключить энергетику чуть-чуть поближе подвиньтесь а то вы там совсем как отпустите шею и вот подвигайте вот просто минут 5-7 вот поиграйте в это без мозгов кому удобно можете закрыть глаза поначалу у вас это потом это лучше делать с открытыми глазами я похожу корректирую вас у вас не будем кто еще не хочет чтобы не сняли а как же мы потом порчу на вас наведем без фотографий и сглазим рад что на пользу пошло расслабьте плечи вот у мужчин у кого хорошая постановка да и у женщин они могут делать вот так такие повороты еще при этом попробуйте сделать спереди шарик вот такой как будто он вот шарик такой да мы в фотошопе выберем большой шарик спереди и ощутите его и ногами и передней частью попробуйте прямо ногами вот как будто вы его обнимаете оседлать коня называется он как будто такой большой не знаю вы на большом бревне куда-то летите вот ощутите грудью передней частью и попробуйте чуть-чуть поподнимать ноги вот прямо вы ходите с этим бревном здесь очень важно отпускать поясницу смешные 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 такие смешные у меня х� хочу как будто и с м и там и и Такая расслабленная Это очень важный момент, потому что у нас люди привыкли делать зарядки Какие-то очень механические А вот эту простую штуку они как бы не делают Чтобы шея начинала двигаться вот сюда от поясницы Вот как змея ползет, если вспомните Теперь вы можете попробовать одну ногу поднимать и разворачивать Прямо вот такой идет разворот Когда она разворачивается полностью И вот у кого застои какие-то, проблемы в тазобедренном суставе Оно очень хорошо снимает Просто вы тогда уходите от механики Здесь начинаются вот такие энергетические некие переливы Кстати, когда в горах издалека смотришь, когда идут люди Очень четко как бы видно, кто, какого возраста Но это не касается егинов Иногда издалека смотришь, вроде скачет там по камням парень Там лет 15 подходишь, а там стрихчок лет 80 Как раз таки вот эта пластичность, она определяет очень многие вещи И танец шивы так называемый Вот он как раз таки был построен на этих энергетических переливах Так же как форма в тайцзицуань Когда идут, устроятся на вот этих переливах Вот ледусик пошла уже Ну иди, иди, иди сюда Просто лед, я похожу лучше, а ты иди вот туда Вот иди сюда Она у нас знатная шамана-цыгунистка Вот маленькие деревянные девочки С больными спинками Вот Вот Иди тоже, Виточка, туда Нет, нет, нет Хорошо Отпустите шейку Вот И у многих уже провалился Это привычка Вот так проваливаться Вот мы вчера, было у нас занятие Все, кто были на йоге И я ходил там практически каждые 15-20 минут И всех корректировал Почему? Сидят с прямой спиной А потом хоп, что вот так переводят Ну, проваливаются А кто был? Вот ты была Ну вот расскажи Ну просто людям интересно, иди сюда Вот расскажи просто А вчера об опыте Которым там был Просто как Ну вот как ты сидела на йоге И что происходило Ну да Ну вот иди сюда Чтоб тебя видно было Как ты людям Ты решила показать? Ну Просто вот как раз Вчера сидел человек Как бы занимался И потом я просил Чтоб каждый рассказал Как раз таки Вот Повернись может быть туда Чтобы видно было Вот этот провал То есть смотрите У многих он вот такой А его нужно вот так Отодвинуть Чтобы он был прямой Чтобы Вот это место Как бы оттягивалось назад И когда вы стоите на ногах Точно так же Старайтесь оттягивать Вот эту поясницу Потому что все Первые проблемы Когда возникают Какие-нибудь А стрессы Они блокируют Вот эту зону Вот вспомните Когда если кто Застудился И понервничал Вдруг хоп Чего-то там В пояснице Это как раз таки У нас симптоматика Которая У нас блокирует Вот эту зону И бесполезно Какие-то лекции Читать там По психологии У человека У которого стресс И зажата поясница И вот то Что я вам сейчас показываю Как раз таки Дает возможность вам Разблокировать Вот эту поясницу Мягким образом Ну как-то Немногословно Это было Какой-то слог Ладно Спасибо А теперь давайте Добавим туда Звука По анализатору И будем все делать На звуке А И так Вот поймайте в этом удовольствие. И делайте все теперь медленнее, в два раза. Ноги полусогнуты. На прямых ногах нельзя сделать ни кувыркания и почувствовать эти вещи. Шарик перекиньте себе на спину, вот сзади, как будто он об стену, и тритесь вот этим шариком между спиной и стеной за вами. Вот прямо шею туда киньте и тритесь спиной. Шарик сделайте большой и голубой. Вот эффект большое дерево, цыгония, он в общем-то с этого родился. Просто у нас это все преподают, так что не догадаешься. Но как будто на спине идет шарик. И тогда шея, она чуть-чуть откидывается. Откидывай, а я больше. Отпусти, Игорь, шею. Только головой не ударься. Отойди от стенки. Закиньте шею. Другой кровоток пойдет к коре головного мозга. Вот туда и чуть-чуть прогнитесь. Заклинила девочку. Это, кажется, такие простые вещи. Вот кто приходит ко мне на консультации, там, позвоночник и прочее, я даю простейшие упражнения. Наверх и потом международный человек падает и назад открывается. И здоровейнейшие мужики, многие падают в обморок, который, вроде, кажется, пришел такой весь крепкий здоровый. Это капиллярная система, которая не тренирована на раскрытие. Наша беда, что мы находимся постоянно практически в закрытии. И, условно говоря, если взять половинки, вот эти инь и янь, то у нас вот эта маленькая верхняя иньская, она, ой, янская маленькая, а иньская все больше, больше, больше. И вот чем больше вот эта вторая половинка становится, тем более больными мы становимся. И любой тот, кто сильно болен, у него очень мало вот этого раскрытия радости, состояния яна и очень много вот этого закрытия иня. Поэтому попробуйте почувствовать. Вот у вас спереди вот это, то, что вы делаете. Вы визуализируете голубой шар на спине, солнышко такое, между глаз и удовольствие благостное. А потом просто меняете, чтобы почувствовать разницу. Закрываетесь. Темно-синый цвет, представляете, небо такое безбрежное. И закрываетесь, уходите вниз и вытягиваете. Потом опять поднимаетесь на вдохе и радостно сверху болтаетесь. В каждом своем режиме. Наболтался сверху, выдыхаете и вперед пошли в закрытие. И вот почувствуйте эту разницу. Там и психология, и физиология совсем другая работает. Только расслабьте тело, расслабьте шеи, расслабьте плечи. Берем вспышечку и все, или что, друг? Нет. Сделайте пневмассу. Тех, у кого вперед хорошо идет, старайтесь упрямо туда упасть, чуть ли не головой в пол. Тогда поясница будет растягиваться и отпускаться. Потому что у многих, у кого проблемы с позвоночником, поясничные боли и так далее, это самый эффективный вариант вообще справляться с этой проблемой. Но здесь, в отличие от спорта, нету никаких мышечных напряжений. Здесь есть просто вот это купание в этой энергии. Поболтайте себя чуть-чуть в стороны, когда вниз упали, чтобы поработала поясница. Когда назад отгибаетесь, добавьте туда звук А. И вот на прогибе попробуйте, давайте вот сейчас, чтобы вместе нам сделать, поднимаемся, прогибаемся все назад и теперь болтаемся со звуком А. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Теперь спокойненько, когда мы наверх поднимаемся, у нас идет вдох, а потом мы кидаем себя вниз с выдохом. И вот поболтайтесь только так, чтобы те, кто стоит близко около стенок, голова не закружилась и вы не упали. Отойдите, как-то подстрахуйтесь, тихонечко. Теперь все нырните вниз и туда упадите со звуком и внизу катаясь со звуком. И теперь со вдохом назад прогибаемся, поднимаемся и назад прогибаемся. Опять назад, уходим с выдохом. Чем сильнее вы получите закрытие, тем ярче у вас будет раскрытие. Ну, смотрю, уже у некоторых голова начала кружиться. Вот у кого летают звездочки и прочее, это не малокровие. Как сказать, поставят диагноз. Это как раз-таки нетренированность сосудов к переключению из состояния закрытия в раскрытие. И все, кто склонны к депрессиям, они натренировали у себя эту привычку. Можно тренировать противоположную склонность к радости. И егины – это те, кто находятся практически все время в счастливом, благостном состоянии, которое они натренировали, а не те, которые завязываются в узлы. Они находятся в благости. И все, кто видели Нупу Римпаче, все просто говорили, ну как можно 24 часа в сутки чуть ли не быть вот в такой благости и в радости. Причем он этой благостью заражает окружающих. И вот умение создавать и транслировать вот эту радость и благость – это то, чем обладают святые на энергетическом уровне. И вот это и есть самое величайшее достижение, которое человек для себя может получить. Научиться в любых условиях быть в благости. Но как говорил тот же Иисус Христос, когда ты найдешь счастье небесное в самом себе, все остальное приложится. И вот это фантастический феномен. Поэтому сейчас легонечко вот так повыбрасывайте руки на радости. Освежите себя. И вот так можете домой идти. Все, спасибо. Похлопайте мне. Спасибо вам. Спасибо вам.